В эфире Омск ТВ новости. Смотрите сегодня. Быть или не быть беде. Жители дома на Третьей Енисейской боятся очередного обрушения. Город выходного дня и тепличное хозяйство. Какие бизнес-инновации ждут Омскую область? Экологическая перезагрузка. В регионе обсудили, как снизить количество выбросов. Игра на флейте и искусственный интеллект. В Грузии Амичи презентовали уникальный проект. В центре Омска произошел пожар. Очаг возгорания в одной из квартир дома номер 14 по улице Иртышская набережная. В редакцию телеканала Омск ТВ кадры с места событий прислал очевидец. По предварительной информации на шестом этаже произошло короткое замыкание. В этот момент в квартире находились несовершеннолетняя девушка и бабушка. По словам соседей, подросток надышалась дыма, сумела выбраться из помещения. Ей понадобилась помощь медиков. На месте работали семь пожарных машин. Возгорание ликвидировали. Обошлось без жертв. Правоохранители пустились в погоню за молодым Амичом. Сотрудникам ГИБДД из Москаленского района сообщили, что по улицам ездит ВАЗ-2110. Водитель предположительно пьян. Инспекторы заметили машину. Потребовали остановиться. Однако мужчина за рулем только увеличил скорость. Попытался скрыться. Полицейские погнались за нарушителем. В итоге ВАЗ съехал в кювет. Водитель сбежал в лес. При задержании оказывал сопротивление. Правоохранители были вынуждены применить силу. На Амича надели наручники. Экспертиза показала, что мужчина действительно пьян. Выяснялось, что он еще и не имеет водительских прав. Возбуждено административное дело. Амич получил 10 суток ареста и штраф 2000 рублей. Автомобилям в Омске нужна защита не только от гравия, но и от недобросовестного сервиса. В редакцию телеканала Омск ТВ обратился недовольный Амич. Вместо новой отделки он получил царапины на крыле машины и вмятины на хромированных деталях. Значит, покрасили, царапнули. В перечне работ покраска переднего левого крыла, нанесение антихромового покрытия и оклейка кузова защитной пленкой. За все мужчина заплатил 180 тысяч рублей. Цена явно занижена. Мы проверили, в других мастерских за ту же сумму автовладелец может только оклеить кузов антигравийной пленкой. Внезапная щедрость автосервиса компенсируется качеством исполнения заказа. Такая схема может и помогает бороться с конкурентами, но негативно сказывается на репутации. Название компании мы не оглашаем. Того требует закон. Но выйти на связь с представителями фирмы пытались. Многочисленные попытки не увенчались успехом. Корреспондент телеканала Омск-ТВ направил информацию о подозрительном автосервисе в общество защиты прав потребителей. Жители дома на 3-й Енисейской боятся обрушения. Это то самое здание, возле которого обвалился грунт. Телеканал Омск-ТВ рассказывал о происшествии 4 августа. С тех пор у мечи из дома номер 28-1 живут в страхе. Успокоить сгорожан поспешили чиновники. Согласно экспертизе, угрозы обрушения дома нет. Контроль за зданием ведется круглосуточно. За объектом наблюдают специалисты администрации, областного правительства и компании-застройщика. На месте обвала грунта продолжает работать спецтехника. Последствия планируется устранить до сентября. Первая масштабная встреча главы региона Виталия Хаценко с Омским бизнес-сообществом. Региональное отделение опоры России, областной союз предпринимателей, торгово-промышленная палата. Представители организации говорят о проблемах, обсуждают перспективы развития малого и среднего предпринимательства. Здесь около ста человек. Первый вопрос повестки – ключевые стратегические проекты региона. Виталий Хаценко обозначил сразу несколько таких. Например, развитие логистических путей для расширения экспорта. Кроме авто и ЖД дорог, планируется задействовать водный транспорт. В 2025 году проект по развитию Иртыша. Инициативу по углублению и снятию иловых отложений поддержал президент Владимир Путин. Еще одна масштабная идея – запустить в регионе тепличное хозяйство в промышленном масштабе. Реализацией займется компания «Экокультура». Самая крупная в стране из тех, кто производит овощи из закрытого грунта, подчеркнул глава региона. Соглашение с представителями уже подписано. Сначала в теплицах Омска начнут выращивать томаты и листья салата. Мы стараемся фантазии не выдавать за реальность, пока полностью их не откатаем. С федеральным министерством, когда не получим поддержку, сегодня можно говорить, что мы в этот проект идем. Это большой проект, 65 гектар, порядка 30 миллиардов рублей инвестиций, тысячи человек работающих. И это только начало. Производство компонентов для омского завода «Каучука» – еще один масштабный проект. Реализует группа компаний «Титан». Также Омский регион предварительно включен в нацпроект по разработке беспилотных аппаратов, как летательных, так и наземных. Поддержка федерации – порядка миллиарда рублей. Средства поступят в следующем году. Дальше по плану превратить Омск в город выходного дня. Это хорошие кафе, хорошие рестораны, хорошие торговые центры, хорошие парки развлечений. Любая сфера, услуга, перевозка на туристических маршрутах, на корабликах, жителей города и гостей. То есть превращает наш город в яркий, красивый, интересный, чтобы здесь хотелось жить, созидать. И чтобы сюда еще приезжали люди из других городов, проводили здесь время. Мы видим для себя, что Омск вполне может стать городом выходного дня. Взаимодействие малого бизнеса с крупным – одна из главных проблем. Пока коммуникация не выстроена, говорят омские предприниматели. Хотя крупные игроки готовы вкладывать в частные инвестпроекты. К сожалению, сейчас мы пользуемся только той информацией, которая доступна из СМИ. А вот других источников информации у нас нет. И мы самостоятельно пытаемся каким-то образом выйти на прямой контакт с инвестпроектами. Но в силу того, что они крупные, территориально удаленные и так далее, этот процесс чаще всего занимает многие месяцы. С неким шансом на неуспех, невозможность добраться до контакта. Решить проблему взаимодействия помогут регулярные встречи раз в квартал. Виталий Хаценко поддержал предложение бизнеса. Это упростит и реализацию локальных проектов благоустройства. Мы много уделяем внимания городской среде и очень много предпринимателей, которые готовы сами инвестировать средства, чтобы, к примеру, облагородить участок перед своим кафе или магазином каким-то. Но вместе с этим встречают такое количество различных проблем и барьеров, когда по полтора года приходится это все согласовывать. Конечно, так никакого не хватит желания уже это сделать. И с этим тоже надо разбираться. Проект благоустройства у кинотеатра «Маяковский» станет пилотным. На этом примере представители бизнеса и власти хотят выявить ошибки и недочеты взаимодействия, устранить их и разработать удобный для всех механизм. В финале еще одна просьба бизнес-сообщества к Виталию Хаценко. Сохранить льготную налоговую ставку по упрощенной системе налогообложения, пониженная в 1%, была введена в прошлом году как мера поддержки и будет действовать до конца 2024 года. Глава региона обещал вынести окончательное решение о продлении льготы до 1 октября этого года. Остановку «Голубой огонек» переименовывать не будут. В качестве нового варианта предлагали остановка музея Кондратия Белова. Идею выразил директор учреждения и внук художника Владимир Белов. Однако о мечи к инициативе отнеслись скептически. Считают, такие изменения ни к чему. Все привыкли к «Голубому огоньку» и вряд ли будут говорить иначе. Ситуацию в своем телеграм-канале прокомментировал мэр Сергей Шелест. Заверил, предложение не обсуждалось и не проходило через Омский городской совет. Считаю, что подобные истории могут быть реализованы только при поддержке подавляющего большинства амичей. А в данном случае, судя по комментариям в соцсетях, горожане выступают против. Продолжение следует... На крупных предприятиях, например, на нефтеперерабатывающем заводе, мы говорили об этом не раз, что строятся и уже практически заканчивается строительство очистных сооружений. С колоссальным объемом инвестиций, 30 миллиардов рублей, они значительно уменьшат потребление воды, которую предприятие забирает из РТШ. Что касается объектов энергетики, то мы и далее работаем, продолжаем работу по переводу наших крупнейших электростанций на газ с угля. В Омске планируют ликвидировать 4 свалки. На эти цели выделено 8 миллиардов рублей. Один из полигонов в центральном районе почти убран. На очищенной территории высадят лес, проложат экотропы. Ликвидация свалок позволит снизить количество выбросов на 14 тысяч тонн. Еще одна мера – перевод жителей частного сектора с печного на газовое отопление. Федеральная субсидия – 2 миллиарда рублей. До конца года газифицируют около 2300 домов. Что касается общественного транспорта, по городу уже курсируют 84 автобуса на природном газе. В планах закупить еще 10 единиц транспорта на метане. Много что делается, тратятся огромные деньги, люди должны это понимать. В Омской области тоже есть те, кто или непреднамеренно, а зачастую специально разгоняет негативную информацию, токсичную информацию, недостоверную про экологию. Это, конечно же, отражается на восприятии людей, тех мер, тех шагов, которые предпринимает правительство. И, по сути, дает ложное понимание об экологической политике. Рассказать о мечам о проделанной работе помогут общественники. Активные горожане – тоже члены общественно-экспертного совета по вопросам экологии. Во всех этих историях мы должны приводить не просто предприятия, не просто свалки, а в целом городское хозяйство к комфортным условиям обитания человека, то есть формирование именно экосистемы человека как таковой. И вот для выстраивания этого диалога здесь общественники и находятся, потому что не всегда чиновники и бизнес апеллируют теми критериями, которые нужны. Ранее министр природных ресурсов и экологии Омской области Илья Лобов рассказал, в регионе появится три новых центра для переработки мусора. Вместимость – более 800 тысяч тонн. В Таврическом и Тарском районах соглашения на строительство уже заключены. Срок возведения комплексов – три года. Уникальный шанс для многих исполнения мечты. А мечи познакомились с легендами спорта – олимпийскими чемпионами. В нашем регионе завершился Всероссийский спортивный марафон «Сила России». Я сам участвовал в мастер-классе. Это очень здорово. Самое главное – это привлечь внимание. Массовый спорт. Ведь знаете, что президент поставил задачу к 30-му году, чтобы 70% населения занимают спортом. А мы, спортсмены высокого класса, проводники здорового образа жизни. Марафон «Сила России» стартовал по всей стране 1 июня. Инициатор – партия «Единая Россия». Летом проходили бесплатные занятия в спортивных секциях, мастер-классы от именитых атлетов, массовые зарядки и групповые старты. Я желаю, чтобы «Сила России» имела замечательные последствия и последователей. Успехов и самое главное – всем спортивности и соответствия дисциплине и режиму. Вот и все. И все получится. Участие в марафоне приняли почти 800 мячей в возрасте от 8 до 65 лет. В том числе люди с ограниченными возможностями здоровья. Торжественное закрытие состоялось на площади у Омской филармонии. Мы хотим пользоваться в городе, чтобы он никогда не стоял на месте и чтобы было как можно больше спортивных мероприятий. У нас очень много чемпионов и хочется, чтобы они появлялись каждый год и все больше и больше. Здесь юные спортсмены, активные мячи и, конечно, олимпийские чемпионы. Массовая зарядка, мастер-классы, яркие выступления, напутственные речи. Не обошлось и без шуток. Ребят, всем вам, кто сегодня здесь, я советую, внимательно смотрите за ними, ловите при первой возможности, получайте автографы, фотографируйтесь, я с ними договорился. Для мячей организовали автограф-сессию с олимпийскими чемпионами, а они, в свою очередь, провели для горожан викторину. Победители получили памятные призы. Кто бы мог подумать, что игра на флейте связана с электроникой и микросхемами. Раскрывает секреты преподаватель музыки из Омска Мария Беличенко. Она вернулась с IT-конференции в Грузии. Там представляла свой проект по распознаванию звука на микросхемах. Все началось три года назад. Мария создала свою музыкальную студию. Обучала игре на флейте о мячей разных возрастов. Одним из них оказался инженер-проектировщик. Вместе с ним преподаватель разработала специальную программу. Она может распознавать звук. Отображает на экране латинские буквы или графические изображения. У каждой ноты свои символы. Когда школа создавалась, три года тому назад еще, то ее разработчики заметили, что распознавание и генерация звука – это очень хорошее упражнение для инженеров, которые изучают проектирование на так называемых микросхемах ПЛИС. Эти микросхемы используются в малосерийных устройствах. Например, на дорогих звуковых системах, в рок-концертах, на стадионах. На конференции собрались инженеры со всех стран мира. Они изучили программу о мячей, проверили, как работает на практике. Вернемся в омскую студию. Здесь азы музыкального искусства постигают юные ученицы Даша и Ксюша. Любой большой проект начинается с малого. Прежде чем девочки сами смогут разрабатывать полезные программы, как их преподаватель, нужно усвоить базу. Произведения разбирают по тактам, хлопают в ладоши и пропевают мелодию, чтобы уловить ритм. Я решила, что именно флейта, потому что я уже достаточно давно ходила на концерт. Мне нравится звучание. А пока юные ученицы постигают азы, преподаватель Мария Беличенко уже планирует новые проекты. Ученые из мира музыки хотят ввести искусство в область цифровой обработки сигналов. Проще говоря, применять фильтры, менять скорость и тональность песен. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!